В адрес премарии Камрад поступило обращение жителей микрорайона Туканяска с просьбой предпринять какие-то меры по решению проблемы затопления подвалов жилых домов, под которым подписалось более 500 человек. Проблема затопления подвалов города является застарелой и с каждым годом усугубляется. Обращение есть от наших граждан, значит, подписи более 500 человек. Это обращается нижняя часть Туканяски, нижняя часть и центральной части города, потому что все подвалы переполнены водой. Там, где есть строение домов, что фундамент не каменный, а стрель и дома, и это очень, как говорится, серьезная проблема. Там действительно вперед, особенно после весной, вперед после сильных путей, вода в этом микрорайоне, прямо по улице, например, Варгинская, Днестровская, прямо по улице вода со склонов стекает. Представители управления чрезвычайных ситуаций отметили, что примария неоднократно обращалась к ним с просьбой выкачать воды из подвалов. Однако проблему это не решает, а наоборот усугубляет. Через несколько часов вода вновь прибывает в подвалы, уже в большем объеме. Кроме того, в связи с повышением уровня грунтовых вод, возобновились и оползневые процессы в нескольких микрорайонах города, что уже привело к разрушению домовладений граждан. Откачиваем, и через час-два обратно уровень воды увеличивается в этих подвалах. Мне кажется, что проблема откачки не идет, но там уже решили какую-то другую проблему. Будет команда откачивать, то мы будем откачивать. Надо обратиться к гидрогеологию. Там есть очень хорошие специалисты, которые занимаются почвой, слоями воды. Гидрогеологию? Да, гидрогеологию. Там есть много руководителей, эксперты. Эксперты, и все, они выйдут, все это изучат. И это какой-то совет. Давайте мы сейчас выбираем комиссию, которая могла бы работать. Я предлагаю, чтобы в комиссию вошли все службы, в первую очередь. Это и полиция, МЧС, и СУКанал. Предлагаю и специалисты, чтобы была в комиссии и экологическая служба. Рабочая комиссия в течение 10 дней должна будет определить границы оползней и подтоплений, выявить улицы и точное количество домов, подверженных затоплению грунтовыми водами, обратиться в гидрогеологическую службу в Гагаузе и в Академию наук Молдовы с просьбой содействовать в решении проблемы, подготовить проект обращения в правительство Республики Молдова. Продолжение следует...